Однажды в Урюпинске жила семья. Мама, папа, двое детей и коза. Как известно, козам в Урюпинске отношения особенные. Семья любила козу. Она была им очень близка. Отцу она была как дочь, матери как подруга. Дети же любили козу не меньше, чем маму. И вот коза заболела. Она стала быстро уставать, потеряла аппетит, начала худеть. Пришлось обратиться к известному козьему доктору Айболитову. И он поставил страшный диагноз. Оказалось, у козы рак. Семья была в шоке. Они не знали, что делать и как помочь козе. Папа работал на заводе, мама сидела дома с детьми. Денег едва хватало на жизнь. А теперь нужно было еще и оплачивать лечение козы. Папа начал искать способ заработать больше денег. Он устроился на вторую работу. Но этого все равно было недостаточно. Тогда он решил пойти на преступление. Однажды ночью он пробрался на склад завода, где работал, и украл несколько деталей. Он надеялся, что их можно будет продать и получить деньги на лечение козы. Но его поймали. Урюпинская полиция приехала на склад и арестовала папу. Его судили и приговорили к длительному тюремному заключению. Семья осталась без кормильца. Коза продолжала болеть, а дети были вынуждены бросить школу и начать работать, чтобы хоть как-то помочь семье выжить. Но, несмотря на все трудности, они не сдались. Они продолжали бороться за жизнь козы и верили, что однажды она поправится. И хотя папа совершил преступление, чтобы помочь семье, это не изменило их отношение к нему. Они понимали, что он сделал это из любви и желания спасти козу. И хотя они скучали по нему, они знали, что он всегда будет частью их семьи. В современном обществе существует множество моральных дилемм. Одно из которых является совершение преступления ради помощи близкому. Это явление особенно актуально в контексте заботы об больных родственник. Когда люди могут чувствовать себя вынужденными нарушать закон, чтобы обеспечить необходимое лечение или уход. Одной из основных причин, по которой люди совершают преступления ради помощи больным, близким является финансовая нестабильность. Болезнь родственника может потребовать значительных затрат на лечение, которые могут оказаться непосильными для семьи. В таких случаях люди могут прибегать к незаконным способам заработка, таким как кража, мошенничество или даже продажа запрещенных веществ. Кроме того, некоторые люди могут чувствовать себя морально обязанными помочь своим близким любой ценой. Они могут считать, что их долг обеспечить лучшее лечение и уход, даже если это означает нарушение закона. Это чувство долга может быть особенно сильным, если больной родственник является ребенком, родителем, козой или другим близким членом семьи. Однако важно заметить, что совершение преступления ради помощи близким не является оправданным. Во-первых, это может привести к серьезным юридическим последствиям, включая тюремное заключение и штрафы. Во-вторых, это может нанести вред не только самому преступнику, но и его семье, поскольку может разрушить доверие и отношения между членами семьи. Вместо того, чтобы совершать преступление, люди должны искать законные способы помочь своим близким родственникам. Это может включать в себя поиск работы с более высокой зарплатой, продажу имущества или обращение за финансовой помощью к друзьям или родственникам. Также можно рассмотреть возможность получения государственной поддержки или медицинской страховки, которая может покрыть часть расходов на лечение. Я адвокат Михаил Давыдов, ведущий криминального подкаста CrimeCast, который выходит каждую неделю на всех стримингах. В аудио и видео вариант. Также я озвучиваю криминальные фильмы и аудиокниги, пишу статьи. Ссылки на все это можно найти в описании. Многие просят от меня истории из адвокатской практики. Поэтому сегодня не будет кровавых и страшных историй. Расскажу не о крови и расчленении трупов, а об экономическом преступлении, коммерческом подкупе. Впрочем, наказание за коммерческий подкуп не менее, а даже более строгое, чем за убийство. Всаживайтесь поудобнее, слушайте. Когда Сергей пришел на консультацию, я был немного удивлен. Он совсем не выглядел преступником. Скромный и застенчивый мужчина, в средних лет, начал извиняться за свое уголовное дело. Я успокоил его, заверил, что не буду судить. Я адвокат, и моя цель – помочь. Но он продолжал оправдываться. Сергея обвинили в коммерческом подкупе. Работая на заводе, ведущим экономистом по материально-техническому снабжению, он предложил поставщика, с которым его завод заключил долгосрочный договор поставки. Обвинение утверждало, что Сергей получил откаты на общую сумму около 3,5 миллионов рублей. Откат действительно был, но только один раз, на сумму 50 тысяч рублей. Сергей пошел на это, потому что ему нужны были деньги для лечения жены, у которой обнаружили рак на поздней стадии. До встречи со мной Сергей признал свою вину, и о прекращении дела или оправдательном приговоре можно было забыть. Но суммы могли быть другими. Во время предварительного следствия обвиняемые его адвокат не имеют доступ ко всем материалам дела. Следователь предоставляет документы только частично. То есть информацию о продлении следствия, экспертизах, ну еще несколько документов. Иногда следствие скрывает важные факты, которые становятся известны только после окончания следствия, когда защита получает право ознакомиться со всеми материалами уголовного дела. Поэтому сначала моя позиция была в том, чтобы смягчить наказание, основываясь на хронических заболеваниях Сергея и его семьи. У самого Сергея был ряд хронических заболеваний, а у жены Сергея поздняя стадия рака, и это серьезные и смягчающие обстоятельства, которые суд должен учитывать. Однако при изучении материалов дела я обнаружил банковскую выписку, на основе которой была рассчитана сумма 3,5 миллиона. Согласно выписке, 2 миллиона были переведены Сергеем поставщику, а не получены от него. Я спросил Сергея об этом, и он объяснил, что все остальные переводы денег от него к поставщику и обратно были их личными расчетами за покупку оборудования, которое Сергей купил, но затем вернул, так как не смог продать. Деньги были возвращены. Мы допросили в суде соседку, которая подтвердила, что Сергей привозил и хранил оборудование, а затем увез его. Таким образом, если учесть оставшуюся доказанную сумму коммерческого подкупа, это не устраняет обоснованных сомнений. Кроме того, возврат денежных средств должен быть учтен. Казалось бы, все должно было получиться. Однако спешить было нельзя. Необходимо было исключить сопротивление обвинения, которое не видело ошибок в расчетах суммы ущерба. Поэтому я сообщил об этом только в конце. Надо было видеть удивление прокурора, который попросил отложить процесс, пригласил эксперта и после этого отказался от большей части суммы, которая, однако, все еще была слишком большой. Следует отметить, что Сергей обвинялся по части 8 статьи 204, наказание по которой – лишение свободы от 7 до 12 лет со штрафом в размере 50-кратной суммы коммерческого подкупа, умножьте на 50 хотя бы миллион. Таким образом, мой подзащитный пришел в трико, готовый к тюрьме и огромному штрафу. Однако обвинение допустило серьезную ошибку, которую я раскрыл, и суд очень не хотел обжаловать решение, чтобы оно не вышло за пределы района. В итоге – 7 лет условно без штрафа. Можете себе представить, как изменилось лицо Сергея? Совершение преступления ради помощи больным близким в некоторых ситуациях может показаться оправданным. Но на самом деле это не является лучшим решением. Вместо этого нужно стремиться найти законные способы обеспечить необходимую помощь. Подумайте об этом. До новых волнующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok